Белая надпись на сером заборе информирует горожан о неком музыкальном течении. При определенном ракурсе и астраханская степь может превратиться в голливудские холмы. Для местных художников граффити за бетонным забором открывается свой волшебный мир грез. Там своя фабрика интриг, скандалов и расследований. Место у стены сейчас ищут два мастера тегинга. Тегинг — это буквы. Одного художника зовут Мемфис, имя изменено, другой — Эдуард. Они давно работают в дуэте, и масштабное полотно в розово-желто-фиолетовых тонах рисовали они. Граффити — это эгоизм, это нанесение своего имени. Но это не значит, что на заборе они напишут Эдик и Мемфис. У каждого граффити-художника есть никнейм. Его и наносят на стены разными шрифтами. Уровень исполнения могут оценить только избранные. Какой-то случайный просто прохожий прошел, он вряд ли это поймет. Он там скажет, что это такое, какая-то мазня, какие-то каракули. А тот, кто знает, что такое граффити, сам рисует, либо просто посвящен в эту тему, он поймет. На сером поле городских пустырей художники ведут негласную борьбу за почерк и чистоту стилей. С собой валики и баллончики с краской. Уличное искусство требует финансовых жертв. В больших городах для таких, как Мемфис и Эдуард, выделяют отдельные пространства. В провинции место славы надо отвоевать у пустырей. У нас местами пока немного, и о таких местах знают только те, кто рисует граффити в принципе, в целом. Личная роспись есть у графического дизайнера Дениса Черменева. Не так давно он обнаружил на ней вандальную надпись. Свой никнейм на авторской подписи оставил кто-то из коллег. Хотя, если верить внутреннему кодексу, так делать строго запрещено. Это некая роспись, кто-то проявил такое неуважение к нам и к нашей работе. Это, конечно, печально. Сегодня Денис Черменев художник стрит-арта. И благодаря ему маленькая пустынная птичка Сизоворонка обрела масштаб. И теперь больше похожа на райскую птицу. Расписанный мост возле театра оперы и балета – работа Дениса и его команды. Цветовое решение мост обрел во время фестиваля «Челим». В 10 метрах от арт-объекта – остановочный комплекс. Его расписали тоже граффити-художники. Но Денис на них как будто не в обиде. Он и сам так делал, когда был молодым. Конечно, само собой. Все с этого начинают. Все приходят. Ради этого и приходят в граффити. Для того, чтобы писать свое имя, становиться известными. Чтобы люди говорили вокруг. Вот там-то тот-то нарисовал. Там-то вот я видел. Ради этого всего и приходят. То есть вы тоже писали буквы на стенах? Да, конечно. Бороться за место у стены можно вполне легально. В этом убеждена Анна Алексеева. Она курирует фестиваль преображения городских пространств «Щетка». Веселые картинки благодаря фестивалю появились на непривлекательных электрощитках и прочих хозяйственных объектах. При определенном навыке ведения переговоров получить добро от городадминистрации на уличное арт-хулиганство можно за две недели. Главное – согласовать проект. Немаловажное условие – он должен быть понятным для всех. Иначе может случиться конфуз. Так однажды на Красной набережной исчез рисунок художника фестиваля «Челим». Некоторые, например, виды современного искусства непонятны, в том числе работникам ЖКХ. Знаете, у нас была очень неприятная ситуация в прошлом году, когда один из арт-объектов наших коллег был закрашен сотрудниками коммунальной службы. А поскольку, ну, вероятно, не поняли, не оценили, было очень обидно, неприятно, вызвал тоже, опять-таки, всплеск эмоций и в художественном сообществе, и среди жителей. Но, опять-таки, было обсуждение. Работники ЖКХ вряд ли придут на пустырь закрашивать художественное творение Мемфиса и Эдуарда. Впрочем, они и в этом случае вряд ли поймут значение нарисованных на стене букв. Все это – трудно читаемые надписи, выполненные в авторском стиле. Когда все это обретет законченный вид, картину, написанную баллончиками, сложно отнести к вандальному деянию. Такие надписи могли бы украшать клубы или интернет-кафе, а те, кто пачкает стены авторской подписью, просто не выросли. Не хочу никак плохо выразиться, но для меня в целом это как собаки на улицах, вы знаете, метят свою территорию. Потому что я считаю, что человек, который рисует граффити, он, в принципе, должен давать о себе знать не только тегами на улице, но и своими рисунками. Это в первую очередь. В граффити приходят подростками под покровом ночи с одним баллончиком, но остаются в этом уличном искусстве немногие. Денис после подростковых экспериментов ушел в графический дизайн. Туда же собирается отправиться со временем и Мемфис. А пока он увлечен масштабом и мечтает встать в один ряд с художниками Челима. Им всем есть о чем поговорить. Все начинали с тегинга. Просто для кого-то он стал искусством. Элеонор Рим, Алексей Якубов, Руслан Асанов и Олег Райда. Центр новостей.